В год 70-летия Великой Победы Здравствуйте, Павел! Расскажите, пожалуйста, чем же занимаются рязанские добровольцы и, возможно, уже можно подвести первые итоги их работы? Здравствуйте, Алена! На самом деле, первые итоги были подведены на прошлой неделе. 29 человек из волонтерского корпуса «70-летия Победы» были награждены региональными наградами за подготовку и проведение празднования «70-летия Победы» 9 мая. Но хочется сразу отметить, что работа волонтерского корпуса «70-летия Победы» не заканчивалась 9 мая. Да, она продолжается до сих пор. Есть планы до конца года, приоткрою завесу тайны, есть планы зарегистрировать общероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое будет действовать постоянно на территории Российской Федерации. У нас уже прошла установочная конференция на территории Рязанской области. И, соответственно, переключить их от «70-летия Победы» потом на дальнейшую работу по патриотическому воспитанию населения в целом. Прошло все достаточно хорошо на территории Рязанской области, если говорить про 9 мая. Очень большое количество ребят было задействовано. Во всех муниципальных образованиях прошли праздничные мероприятия. Во всех муниципальных образованиях Рязанской области есть представительство волонтерского корпуса «70-летия Победы». Даже в самых маленьких образовательных учреждениях были созданы самые маленькие штабы, где ребята смогли стать волонтерами Победы. Они принимали участие в различных акциях, будь то парад победителей, либо они просто ходили к ветеранам, оказывали им ту помощь, которая необходима. То есть, в принципе, сам проект успешен. И ребята заинтересованы, у ребят горят глаза, и они чувствуют себя частью одного большого праздника. Потому что прийти на парад 9 мая просто посмотреть – это хорошо. А когда ты приходишь и принимаешь в этом участие, у ребят совершенно другие эмоции. И они чувствуют себя частью чего-то большого, очень важного. Волонтером может стать только студент, школьник или нет ограничений по возрасту? Нет ограничений. Каждый, кто хочет стать волонтером, может им стать. Как им можно стать? Где нужно записываться? Кому нужно звонить? Где узнавать? Все очень просто. Буквально на прошлой неделе был запущен сайт, который называется волонтеры62.рф. Это наш региональный портал. Мы очень рады, что он наконец-таки создан. Мы очень долго к этому шли. И создан он по инициативе ребят, участников волонтерского корпуса «70-летия Победы». Ребят из Центра развития добровольства города Рязани. Такой общественный… Ну, он создан по общественной инициативе. Эта инициатива была поддержана. И на этом сайте каждый, кто хочет стать волонтером, может зарегистрироваться, получить уникальный номер и подать заявку на получение волонтерской книжки. У нас в Рязанской области 49 пунктов добровольства. Они все раскиданы по территории Рязанской области. И при регистрации на этом сайте вы выбираете, где вы хотите получить волонтерскую книжку. В каком районе вы проживаете, там вы можете получить. И стать официальным волонтером. И чем человек будет заниматься? Будут предлагаться какие-то мероприятия? Или он может сам предложить какую-то идею для помощи? Мы рады, что мы сделали не просто сайт, где регистрируются волонтеры. Этот сайт является еще и аккумулятором идей, аккумулятором мероприятий. Помимо того, что официальные органы исполнительной власти, либо же администрация муниципальных образований, либо же какие-то общественные организации зарегистрированные могут предложить мероприятия, также на этом сайте каждый человек, кто стал волонтером, кто зарегистрировал на этом сайте, может прожить собственные мероприятия. Это очень современное течение. Это такая форма портала краудфандинга, привлечения ресурсов для реализации собственных проектов. Только здесь мы не собираем деньги, а здесь мы собираем конкретно волонтеров. То есть каждый может создать свой проект, например, мы пойдем убирать пруд в каком-нибудь районе, и скажем, что нам нужно 10 волонтеров. Эта новость будет доведена до всех волонтеров в этом муниципальном образовании, они смогут зайти на сайт и зарегистрироваться как волонтер-участник этой акции. Потому что очень много возникает вопросов, где мы можем стать волонтерами, как нам попасть туда, потому что чаще всего это набирается либо по принципу по своим ребятам, либо же по принципу нужно срочно набрать. А тут каждый имеет возможность стать волонтером на различных мероприятиях, будь то муниципального уровня, будь то областного, будь то федерального. На ваш взгляд, насколько это популярное движение сейчас у молодежи? Мне кажется, оно сейчас одно из самых популярных, потому что это поспособствовали универсиады в Казани, Олимпийские игры в Сочи и волонтерские корпусы «Мисс Летия Победы». Потому что даже на Олимпиаде в Сочи работало огромное количество волонтеров, но в то же время мы же сами с вами прекрасно понимаем, что то настроение, тот контакт со зрителем, который был на Олимпиаде, создавали именно волонтеры. Именно они были лицом Олимпийских игр на тот момент. То есть доступным лицом для простого обывателя, который пришел посмотреть на соревнования. Расскажите, какие направления волонтерской деятельности сейчас наиболее востребованы и где требуется волонтерская помощь? На данный момент очень востребованы направления при организации и проведении массовых мероприятий. Опять-таки это опыт Олимпийских игр, опыт универсиадов в Казани. Ребята постоянно привлекаются к проведению больших и крупных проектов. Будь то День города, будь то были здесь праздники на почтовой, или же когда организуются различные большие и крупные праздники. Либо сейчас был такой период, фестивальное лето, когда был фестиваль «Битва на воже», был фестиваль «Молока», был фестиваль «Кузнечный фестиваль» в Строжиловском районе. На все эти крупные мероприятия волонтеры всегда привлекаются. Это одно из направлений. Второе направление – это адресная помощь, как мы уже говорим, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны. То есть конкретная помощь по дому может быть, это может быть помощь в саду, в огороде, это может быть помощь просто такого характера общения, потому что на самом деле чаще всего очень плохо, когда мы вспоминаем о ветеранах только 9 мая или 8-го идем к ним, а ребята весь год к ним приходят, весь год помогают, с ними работают, с ними общаются, записывают их воспоминания на видео и потом передают их в Государственный архив Российской Федерации. Это вот второе направление. Третье направление – это добровольство по здоровому образу жизни. У нас активно функционируют антинаркотические добровольческие отряды, которые проводят акции и рейды, направленные на здоровый образ жизни. Есть спортивное волонтерство на спортивных мероприятиях. Это такой особый вид волонтерства, потому что, помимо того, что просто ребята-волонтеры в этом принимают участие, но очень здорово видеть их лица, когда они работают. Например, ребята, которые переживают за футбол, когда у нас был матч UEFA, в котором играла наша команда «Рязань ВДВ», наш женский футбол здесь, все волонтеры были ярыми фанатами футбола, и для них это было настолько важно, они настолько прониклись этим мероприятием, что все работали, и было очень здорово. То есть, в принципе, вот такие основные направления, которые возможны у нас. То есть флешмобы, какие-то массовые мероприятия. Но у меня волонтерское движение ассоциируется конкретно с конкретной помощью конкретным людям, и, возможно, даже не ветераны, а пенсионеры, либо инвалиды, либо уборка мусора на территории города и области. Вот с этим, с такими конкретными примерами есть? Есть. Экологическое направление, экологическое волонтерство – это уборка мусора, это посадка деревьев. Вот в том районе, где горели леса в 2010 году, ребята сажают ежегодно, происходит акция по высадке леса. Также есть особые волонтерские отряды, которые работают с детскими домами, да, и с домами-интернатами. То есть они проводят для ребят различные праздники, причем это тоже не точечная акция, то есть приехали, провели и уехали, а так называемая система патронирования. В свое время в Рязанской области был запущен проект «Большие друзья», когда ребята из волонтерских отрядов приезжали в детский дом, проводились с ребятами различные праздники, мероприятия, но потом за каждым ребенком закреплялся волонтер, который в дальнейшем с ним общался. Такой некий институт наставничества. И на самом деле есть очень классные примеры. Сейчас до сих пор ребята дружат, ребята общаются, и ребята помогают друг другу. Это дорогого стоит, это очень уникальное зрелище. И также есть организации, которые выходят тоже со своими волонтерскими отрядами, тоже выезжают в детские дома. И финалом вот этих поездок становится акция «Подарить детям праздник», который проходит в декабре, когда ребятам из детских домов собираются подарки. Во всех крупных торговых центрах везде волонтерские отряды собирают эти подарки, а потом едут на Новый год, постреляют ребят. Причем они реально стараются выполнить пожелания каждого ребенка. То есть то письмо Деду Морозу, которое он написал, практически всегда выполнено. Волонтеры сами ищут тех, кому они будут помогать? Или, возможно, где-то можно ставить заявку, или человек пенсионного возраста может обратиться, позвонить и попросить о помощи в своем огороде, грубо говоря, или дома? Конечно. Есть, опять-таки, на этом портале, на нашем волонтер62.рф, предусмотрена эта возможность. Там есть все контактные телефоны, можно зайти туда, можно позвонить, можно оставить заявку на самом портале. Спасибо вам за интересную беседу. И мы напоминаем нашим телезрителям, что сегодня в гостях у нас Павел Семаков, заместитель начальника отдела по поддержке общественных и молодежных инициатив Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. Мы с вами прощаемся до новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин